Всем привет! К моему большому сожалению, только сейчас до меня добралась карта EVGA GTX 1080i FTW-3, за что в этот раз я выражаю свою благодарность моему подписчику Юрчику. Мне удалось ворвать эту карту для него в условиях дикого дефицита даже в штатах, за 900 бакинских. А в подарок к ней шел вот такой вот переходник для кабелей дополнительного питания. В моем рейтинге для видеокарт GTX 1080i мне сильно досталось от любителей разных брендов, особенно от последователей культа Asus, за то, что я их карту опустил до третьей позиции. А владельцы карт EVGA вообще меня не поняли. Даже пару раз прозвучал сарказм, инженеры идиоты, а ты лучше всех разбираешься. Также мне перепал от новоиспеченных профессионалов, гордо именующих себя майнерами, которые по чужим мануалам и видосам настроили себя ферм и стали спецами. По традиции начнем с внешнего вида. Лично мне она понравилась. На торце и бэкплейте карты реализована подсветкой бренда и названия, но подсветка настраивается только у той, что на торце. Сама карта состоит из платы, на которой, грубо говоря, реализованы 12 фаз питания и двух слотовых системы охлаждения, акцент на который я и сделаю в этом видео. Итак, система охлаждения состоит из радиатора, теплосъемной пластины и вентиляторов. Радиатор охлаждает графический чип, а пластина охлаждает память и элементы питания. Аналогичные системы охлаждения сейчас у большинства видеокарт GTX 1080i присутствующих на рынке. А если точнее, то это Asus, KFA2, MSI и Inno 3D. У видеокарт Zotac только элементы питания охлаждаются пластины. Основная проблема таких систем заключается в том, что как раз пластина или пластины, это зависит от конкретной системы охлаждения, толком-то и не охлаждает элементы питания и память. Перед тем, как я это докажу, я говорю один очень важный момент. Практически 90% людей температуру встроенного датчика в графический чип принимают за температуру всей видеокарты. В таких системах охлаждений, как у видеокарт Aorus или Polit, где общая пластина крепится к радиатору и накрывает чип, память и элементы питания, эта температура близка к истине. А в видеокартах с отдельными пластинами от радиатора, она очень сильно отличается у каждого из элементов. Как раз это я и докажу благодаря видеокарте DVGA, так как у нее помимо встроенного датчика в GPU, есть еще 9 дополнительных датчиков в зоне памяти и элементов питания. Сейчас вы наблюдаете 15-минутный тест видеокарты, по ходу которого температуры в зоне VRM и памяти вылезли на 14 и 10 градусов больше, чем температура GPU, попреки утверждениям некоторых профессионалов, которые считают, что память и элементы питания особо не греются и не нуждаются в охлаждении. Во время теста вентиляторы были сфиксированы на максимальной приемлемой отметке по увеличению шума, что составило примерно 50% от максимальной скорости оборотов. Этот тест имитирует нагрузку ресурсоемкой игры, а это значит, что со временем температура будет только увеличиваться. Кстати, для тех кто был не в курсе, с увеличением температуры происходит падение напряжения, а соответственно и частоты. А даже если при ручной подстройке частота не падает или падает не сильно, то это не значит, что у чипа нет троттлинга, из-за которого уменьшается производительность. На этом мое тестирование не закончилось. Я решил проверить, врут ли датчики и видеокарты, и почему такая большая разница в температуре между чипом и зоной VRM. Поэтому было решено разобрать карту и установить два температурных датчика. Один на память поверх термопрокладки, что немного ухудшает результат, но никак не повредит чипу памяти, а другой в зону VRM. Но уже не между мосфетами и пластиной, а между пластиной и радиатором, чтобы понимать, насколько эффективно идет передача тепла от элементов питания пластине через термопрокладки. Во втором тесте, который длился 10 минут, вы видите, что внешний датчик, который установлен на память, показывает чуть выше температуру, чем встроенный в видеокарту. А это значит, что в действительности же температура еще немного выше. Так как датчик с целью безопасности, как я уже сказал, я разместил не на чипе, а на термопрокладке, которая находится над чипом. Грубо говоря, разница между чипом и памятью не 10, а все 15 градусов. Второй же внешний датчик показывал разницу в 20 градусов Цельсия. Но реальная же разница опять же больше и наверное порядка 25. И эта огромная разница нам говорит о неэффективности применения толстых термопрокладок. А помните, я сказал, что у других производителей эти пластины не контактируют с радиатором. А это значит, что ситуация с температурами у этих видеокарт еще печальнее. Кстати, все заметили, что во втором тесте температура памяти и VRM стал отличаться от чипа на 2 градуса больше, чем в первом. И это при том, что температуры памяти и VRM остались примерно на том же уровне, а чип стал чуть холоднее. Это все благодаря замене родной термопастой у новой видеокарты на пасту Arctic MX4. Так что вот вам мой совет, если у вас карта не на гарантии или без защиты от снятия радиатора, то меняйте пасту, а лучше это делать раз в год или полтора. И если вернуться к моему рейтингу видеокарт, то я поставил бы EVGA FTW все-таки на третью позицию. Занять позицию выше с такой системой охлаждения ей не дано. Но ценителям бренда EVGA не стоит унывать. Так как в серии видеокарт GTX 1070 Ti вышла специальная модель FTW Ultra Silent. У нее увеличен радиатор до величины соизмеримой с радиаторами главных конкурентов. А это значит, что новые поколения видеокарт мы можем увидеть также с большими системами охлаждения, что в свою очередь повлечет их автоматическое попадание на вторую позицию. А по производительности эти карты будут такие же или даже чуть лучше, чем первое место. Так как температурный запас для чипа у таких систем выше, чем у систем с общей пластиной для памяти и VRM. И если вернуться к сарказму, который я озвучил в начале видео, то я бы сказал так. Инженеры не идиоты. Они просто хитрожопы и прибегают к такого рода системам, чтобы дать большотемпературного запаса чипу. А еще из-за того, что подогнанные под все элементы радиаторы с минимальными зазорами стоят в производстве гораздо дороже, чем убогие пластины. Что касается производительности видеокарты. Из-за меньшего по размерам радиатора, чем у конкурентов, она не дотянула до их производительности. Но зато Boost 3.0 у видеокарты работал как всегда лучше, чем у всех остальных. Так что чип разгонялся практически до максимума, который можно вытянуть на такой системе охлаждения. И его частота практически не отличалась от той, что я получил во время ручного разгона. Разгон же памяти хоть и дал плюс 800 МГц, но не дал практически никакого прироста в производительности. Что меня удивило, так как обычный прирост разгона памяти у 10-го поколения GeForce измерим с приростом производительности от разгона чипа. Субтитры создавал DimaTorzok В целом же хоть карта и не является лидером по производительности, но это очень годный и продуманный продукт. А самоплата не имеет аналогов среди конкурентов по системе мониторинга. На этом у меня все. Всем спасибо.